Стоит ли покупать игровые наушники или лучше взять обычные за ту же цену? И те, и другие уши стоят по 700 рублей, но здесь мы получаем солидную коробку в стиле игр для настоящих мужиков, а здесь, к сожалению, пробития не завезли. Годовой запас туалетной бумаги, эммм, и это всё. Мягкое оголовье и амбушюры, покрытые кожей мамонта, деформация черепа передаёт привет. И те, и те уши можно купить с огромной скидкой, если мониторить один телеграм-канал, где по специальному алгоритму отслеживаются резко упавшие в цене товары на различных маркетплейсах, ссылку на который я оставлю в закреплённом комментарии. Мягкий удобный кабель длиной 3 метра, 2-х метровый томатный дошек. Микрофон круто флексит и записывает вот так. Микрофон еле живой и записывает как-то так. Звук как из бочки через 5 стен, такой же завал по низам, но на слух стен тут всё же поменьше. Не подойдут ни для музыки, ни для игр, так как позиционирование нулевое и ничего неразличимо. Звук более сбалансированный, но в целом история та же. Вывод, не покупайте говно за 700 рублей.